Ребята, привет всем! Сегодня очередной выезд в город Ор. Садовые товарищества приехали на участок, вот здесь, я не знаю, сдвоенный или какой, машинку здесь сейчас поставили. Вот здесь идет строительство, каркасник будет, там, я так понимаю, баня. И вот заказчик позвонил, сказал, нужно сделать здесь, в этом месте, здесь будет санузел. До водички дошли, до водички 2,5 метра от уровня земли. Вот такой песочек идет темноватый. Насколько я понимаю, здесь вода, мы в этих садах еще не работали, но работа рядом, вода питьевая. Здесь заказчик сказал, что у всех вода плохая, но не знаю, посмотрим. Все по факту, все по месту, какой будет песок. Пока вроде идет светлый, я еще не юхал, запах может быть от него тоже сейчас будет. Так что сейчас мы достаем шнек, разбираем и будем желать. Установки у нас либо ПНД, либо полипропилен. Сейчас заказчик подъедет, будем с ним решать. Установки никакой не требуется, он сказал, оставить голую трубу, раскачать своим насосом до визуально чистой воды. Ну что, поехали. Так, ребята, ну что, шнек я достал. Вот идет вот такой песок. Такой средненький, не сказать, что крупный, средний. Пока водоотдача слабая, но он сырой. Вот видно, сейчас водичка. Запаха вроде бы нет, что будет дальше неизвестно, сейчас посмотрим. Вот, а здесь у нас, если вам видно, вот зеркало воды. Уровень воды в этом скважине поднялся, то есть вода от земли стоит на два с половиной метра. Начинаем желонить. Четыре метра обсадных загнали. Здесь же у нас еще, так скажем, три ямочка небольшой такой. Ну, сейчас тихонько уходит. Желоним, выбираем песочек. Посмотрим, может быть, вода будет нормальной. Но здесь все может поменяться буквально за один этот. За один метр, сантиметр, полметра. Дорогие друзья, строительство это, конечно, очень хорошо, но когда вы приобретаете участок, вы первым делом позаботитесь о воде. Она же вам все равно нужна будет. Но берете вы сегодня от соседей, да, привозите в бочках там и так далее. Самый классный вариант сначала сделать, обеспечить участок, ну, электричеством хотя бы, а потом провести воду. Вот в данном случае у нас каркасник стоит и каркасник стоит, то есть без воды. А еще бывает такое, когда приезжаешь, полы закрыты, зарезаешь всю изоляцию, да, это же все равно вредит. И после этого, как бы, ну, делаешь скважину. Это не очень удобно. Нам вообще без разницы мы это сделали, но все равно неудобно работать. Так что вот прежде чем каркас возводить, позаботься об электричестве и о воде на участке. А потом начинается строительство. Так, дорогие друзья, скважина готова. Семь с половиной от уровня земли, восемь метров от уровня лак. Водичка с большим содержанием железа с запахом сероводорода. Здесь хорошей воды нет, песок шел серый. И с самого начала, прям буквально такой более-менее, но второй сероватый был, тоже запашком был. А после пяти метров пошла чуть-чуть глина прослойка была, и дальше пошел серый песок после серой глины. Я так понимаю, вот в этом месте будет стоять санузел, здесь будет станция. нас восемь стоять. Все, на этом объекте мы закончили, едем дальше. А вы смотрите наши новые ролики, подписывайтесь на канал. Всем пока!